Здравствуй, зритель! Ты не ждал, а я приперся. Это будут пустые баночки декабря. Тут их до хрена. Некоторые из них еще не совсем пустые, но декабрь еще не закончился, поэтому они закончатся вместе с ним, чтобы не ждать там и что-то в этом роде. Вот случилось у меня время и вдохновение, и вот как-то оно. В общем, первая пустая баночка Clean Care Сорти нежность рук масло розы. Что-то мне его чуть ли не на 2 месяца хватило внезапно. Ну, короче, я так поняла, что капля... Раньше была капля Сорти. Теперь, видимо, капля и Сорти это разные люди. И вот капли хватает ненадолго, а Сорти практически навсегда. На целых 2 месяца. Тут 470 грамм. Средство для мытья посуды жидкое, на самом деле густое. Короче, очень хорошее экономичное средство. Покупала по скидке что-то около 30 рублей в магните. Советую по скидке. Сколько стоит без скидки, без понятия. В общем, хорошая штука. Даже понюхаю. А оно уже ничем не пахнет, оно уже все нахрен высохло. Под с плюсом. Я же сегодня даже намарафетился. Вот прям сейчас сидела. Меня что-то кроет одним, хотел сказать аниме. На самом деле, сериалом, который я смотрела вообще, может быть, уже лет 10 назад. Периодически к нему меня подтягивает, потому что там есть несколько музык, которые мне нравятся. Вообще, мне нравится бренда Сникар или как-то моё. Та, которая играла Антонеллу в Патита Феа. Я тут поняла, что, видимо, я всё-таки первый сезон не досмотрела, потому что, когда я ткнулась на первую серию, второй сезон, я поняла, что я не помню эту серию. И когда я начала смотреть, помню, он оборвался. Он вроде, может быть, по телеку шёл, может, по интернету шёл. В смысле, в сети я смотрела. На Ютубе, помню, я его смотрела. Тогда ещё Ютуб я использовала по большей части, как смотреть по Патита Феа, потому что на других сайтах его нема. И смотрела я уже по большей части на оригинальном языке. На каком угодно, кроме русского. Тут даже с английскими сабами, но тут внезапно оказалось и русские сабы есть. И если покопаться, то, возможно, даже и озвучка где-то присутствует. И пять лет назад, оказывается, эти русские сабы выложили. Так вот идёт время. Долго не тыркаешься, оно есть. Короче говоря, у меня практически закончился крем. Долго играющий мне его ещё год назад, с хвостиком, дарила зрительница Ира, которая первая верующая в Лёльку, которая к Лёльке приезжала. ещё год назад. Это у нас и фраше, пюр камиль, депюи, 1,9,6,4, сайн, хрен знает, я не помню, как на французском это слово читается, синг, а, да, и передэм, и даёт а носовое. Короче, срок у него до сентября 2019 года. После вскрытия он живёт 6 месяцев, но он у меня прожил дольше, и ничего с ними случилось. Вот помню, года 4 назад я перестала такой покупать, потому что однажды купила, он мне через 2 недели после открытия, и вообще как купила, сдох. Отпрыснул. Не знаю, что с ним было. Мне кто-то в комментах или в стриме даже писал, что типа вот 6 же месяцев. Ну обычно 6 месяцев, и да, каюка, тут какое-то вот прям феерическое счастье. Вот. Там совсем чуть-чуть ещё можно наскрепсти. Я его вообще использую как, в основе как крем для, даже как крем для рук даже использовала. В основе как крем для тела, но он как бы крем для того и другого. Пир Камиль, Каль Мий, блин, всё время по-другому читала. Всё-таки я зеваю, вот зевота со мной вот это, как вот последние пару месяцев меня атакуют хейтеры и дизлайкеры, так меня атакует зевота. Может быть это взаимосвязано. Кто-нибудь наслал зёвную порчу на Лёлю, правда на Лёлю сложно что-то наслать, потому что оно рикошетит зеркалом, но да, это ладно. Короче, нежный крем для лица и тела, 125 мл. Действительно, очень нежный крем для лица и тела. Для лица я его редко пользовала, потому что для меня он, вот летом он тяжеловатый, хотя иногда летом он даже самое то идёт. Когда как, короче. Зимой он тоже как-то, ну, в общем он больше мне шёл для тела. Я его раньше помню использовала, после душа выхожу из ванной своей, я зеваю, а из той квартиры ещё пресс, я выхожу из ванной, точнее из душа в ванну, вылезаю из ванной в ванну, как-то так, из ванной вылезаю в ванную комнату, скажем так, на чего-нибудь там, вытираюся, и вот этим кремиком мажуся. В общем, хороший кремик, пять с плюсом. Спасибо Ире за подарок. Меня такое ещё дарила подписчица Лена Минск-Москва. Он у меня где-то там на глубине сибирских руд потерялся, ну, в смысле, я с ним куда-то поехала, и вот это, видимо, оставила там, думая, что вернусь, но не вернулась. Ну, я думаю, что его заюзали уже. Не обижайтесь на меня. Я с ней думала, что его оставлю. Короче, у меня закончился, тут совсем в ладышке просто немножко капит, так вот вулькает. Закончился, близко-близко ставлю, сейчас зевнула, да что ж за нахрен-то такое, я сегодня даже мотэ пила, правда, я как, я сижу клиню Тарт, потому что тайпить одновременно и клинит, это такой гемор оказался, сижу клиню Тарт, Тарт, точнее, в фотошопе, блин, на винде, на виндобуке, который вообще-то не видно, но он вот здесь, вот здесь вот он. Короче, и думаю, блин, что-то надо как-то вот, ну, взбодриться, что ли, что-то есть вроде неохота, а спать тянет дико просто жуть, хотя выспалась. Я завалила себе мотэ, он такой горяченный, и у меня окно открыто, я так сижу, вот так вот, перпендикулярно окну, или параллельно, тайплю, фу, блин, клиню, и вдруг понимаю, что я забыла про этот мотэ, он уже настоялся, и по идее должен был остыть, потому что чайник даже остыл, а нифига он еще такой тепленький был, в общем, как-то, даже мотэ пила по-русски, грубо говоря, так и что-то как-то вот, все равно зеваю, ну, я уже давно что-то зеваю, что-то я отвлеклась тут, короче, Avon Senses, парфюмерная коллекция, нежная любовь Парижа, с ароматом розы, ириса, и нотами Энтаря, гель, крем-гель для душа, вдохновлен парфюмерией, в общем, мне такой как-то дарила в 50 миллилитров, в 500 миллилитров одна моя знакомая, мне так он понравился, потом мне такой же, услышав мои восторженные отзывы, в путых баночках, подарила Лёлька из Тюмени, подписчица моя, или зрительница, хрен знает, она мне пишет в ВКонтакте, может она просто зрительница, может у неё нет аккаунта, вдруг кто-то не понял слово сокращение, да, аккаунта в Ютуб, ну, ВКонтакте точно есть, короче говоря, а потом она мне подарила большой, вот он мне его и летом хватало, в общем, я его уделала, я им даже, наверное, пару раз мыла голову, мне настолько нравится аромат, слушайте, не поверите, а ещё губка некоторое время, ну, недели две, наверное, в себе сохраняет аромат, если гель для душа другой, при этом не термоядь, ну, в смысле, не перебивает, или там, в общем, стойкий такой аромат, на губке, в душе, вот в ванну заходишь, если и мылся, кайф просто, он мне напоминает по аромату Ирис Нуар и Фрешевский, а что за нахрен-то, блин, в общем, учитывая, что я не очень люблю гели для душа, и вот эти гелевые гели, кремовые, точнее, гели, они какие-то вот, ну, у этого консистенция немножко иная, может, они изменили эту консистенцию, короче, очень классный гель, очень классный аромат, я вообще вот тащусь от него, спасибо, Люки, за подарок, так, у меня закончилось, на самом деле, там что-то еще есть, но у него срок годности прошел, хотя, может, им домазать можно пятки, потому что я думала, что он у меня, допустим, до 15 декабря, а он оказался до 10 декабря, и я только 18 декабря заметила, что у него срок годности уже откинулся, это я, когда еще была представителем, я покупала по какой-то распродаже, что типа это снятость, ну ясно видно, это Айван Кэ, розовый сосмин, лосьон для тела с ароматом сосмина, витамином Е, увлажняющий для нормальной сухой кожи, раньше я это не читала или забыла, что-то написано, да что ж за нахрен-то, блин, точно меня кто-то проклял, назевание, я как раз сегодня глянула серию, вот эту, вчера, когда она в понедельник вышла очередная, по-моему, 12-ая, что ли, серия Fairy Tail, как раз там про это, про проклятие, я не вспомню это имя, короче, про Зерофа и Мебиус, не знаю, почему Рикуды обозвали ее Мавис, там даже вот я разглядела эти Кану, на Кане, ну, в смысле, на Катакане, оно написано, ее имя, ну там никак не Мавис, короче, вот это, если вы знаете Fairy Tail, о чем я говорю, то вот там вот, наверное, на меня такое же проклятие наслали, правда там, ну, подобное проклятие заслали, я зеваю, 400 миллилитров, очень классный, слушайте, я его использовала, как крем для ног, как крем для рук, как лосьон для тушки, как молочко для лица, вообще шикарное, увлажняет, увлажняющий, да, в общем, отменный такой, я его, когда еще покупала, думаю, ой, кому-то там я хотела тогда в подарок задарить, потом что-то меня жаба задушила, потом мы с тем человеком перестали общаться, потом кто-то что-то мне вякал, что, ой, типа такой хочу, я подумала задарить, а потом думаю, да блин, он такой, единственный, неповторимый, снятый уже нахрен, и я его сама заюзала в итоге, в общем, заюзала, тут еще что-то осталось, ну, слушайте, вот столько еще осталось, если перевернула, ну, у него консистенция, он реально вот такой, этот, лосьончик, мы его сюда уберем тогда, пятки буду мазать, домазывать, ну, классный вообще, вот главное, вот, срок годности откинулся, но, как-то вот он, никак на мне не сказался, у меня закончился огурец, антибактериальный тоник, матирующий эффект, освежает, успокаивает, для нормальной, склонной к жирности кожи, доктор Санте, природа и инновации, от эльфа, 0% красителей, и парабенов, на эльфа лаборатории, 200 миллилитров, это от Алены, с Украины, из второй ее посылки, где она там, мне заслала, эту украинскую косметику, эльфу я люблю, эльфу я брала раньше соль, и, по-моему, пену для ванн, потом я эльфу, как-то потеряла из вида, а потом вот она оказалась, оказывается, еще существует, вполне себе функционирует, и спасибо, Алене, за подарок, очень классный тоник, хорошо вот это, вот морду лица протирал, ну, в смысле, я его как тоник использовала, и как вот снятие всяких там помад, блесков, бальзамов, потому что у меня из всего макияжа только вот это счастье, так, что тут у нас, тоник эффективно снимает остатки макияжа, реально, восстанавливает PH кожи, и подготавливает ее для последующего ухода, экстракт огурца увлажняет, нормализует работу сальных желез, ну, короче, понятно, что огурец, вот огуречные лосьоны же делают, у меня тоже он сделан в этот раз еще раз, в смысле, в этом году повторила поделку рукодельную, Алена, в общем, наверное, ссылку в инфобоксе оставлю, хотя не, сейчас соображу, ссылка есть на канале, у меня вот на канале, где вот этот квадратик, интересные каналы, вот у нее канал называется, по-моему, Алена Дискавери сейчас, и у нее один канал посвящен путешествиям, а другой канал косметики, если я найду этот канал про косметику, то я сделаю ссылку, если не найду, то ткнитесь на канал Алены, там может быть где-то она саму себя отрекламит еще, ну, и она есть в инстаграм, и еще у нее просто есть сам по себе блог на каком-то сайте, ну, в смысле, может, сайт даже, хрен, короче, очень классный блог, я периодически его просматриваю, там в Японии, или еще чего-нибудь, много всего, короче, интересного, и на инстаграм, на ее я тоже подписана, и читаю его, читаю, да, в общем, спасибо Алене, очень классный тоник, если вы живете на Украине, то вам советую приобретению, если вы просто знаете, где это продается, то тоже советую, классная вещь, так, у меня рука потянулась к Avon Senses 2 в 1 очищении, свежесть, пробуждающий, цитрусовый заряд, сочный грейпфрут и мандарин, жидкое мыло, это, по-моему, тоже от Лёльки из Тюмени, потому, потому что оно мне нравится, ну да, оно мне очень нравится, мне нравится вот такое вот Avon-овское мыло, вот именно вот это, цитрусовый заряд и гель для душа, мне такой нравится, еще мне нравился вот этот гамаш, ну я вот тут пролистала, ну скрабик такой, Avon-овский каталог, да, его как-нибудь постараюсь в ближайшие дни, может быть, даже до Нового года, до 2019 года за Сэм и Эрить, шепотом пролистав вам на камеру, но я что-то там вот не нашла этого скрабика, может он снятый уже, ХЗ, в общем, очень хорошее мыло, хорошее вообще вот, удобный дозатор, хорошее мыло, но у меня то в ванной стояло, вроде на кухне стояло, ну как-то так, короче, все, тут просто уже водичка, я его качивала, спасибо Лёльке, скажем так, это мои Avon-овские фавориты, рука тянется, о, у меня закончился Green Nova, витаминная косметика, скраб для сухой и нормальной кожи, олива, абрикос с витаминами П, Б, С, 75 мл, это у нас, да, вот Green Mama, то, что я заказывала на сайте, давно-давно там не заказывала, и вдруг они мне прислали бонус, у меня еще оказалось, какие-то бонусы до этого живы были, еще какая-то там клубная карта, ну, в общем, как-то так, это у них новинка, по-моему, вообще, вот, буквально месяца 2 или 3 назад, даже в сентябре, кажется, это вообще у них изобрелось, скраб для сухой и нормальной кожи, очень хороший такой, я, кажется, его даже отдельно обозревала в каком-то там ролике, может быть, у меня есть плейлист Green Mama, я точно не помню, нежненький такой, единственное, что вот это вот, ну, не откручивается, и он был не зафольгирован, а пластиком вот так заделан, но отдельный обзор, все-таки, наверное, мне кажется, делала, ну, или чисто в обзоре этого заказа Green Mama. Конечно, можно вот здесь срезать и оттуда доскаблить, я думаю, что так и сделаю, он похож вот на такой вот, знаете, черничный по виду, как или вишнево-черничный, йогурт в стаканчиках бывает, такой типа чудо там, или еще чего-нибудь, и вот он похож на этот йогурт, по консистенции, по аромату, по вот всему такому, плюс еще там вот эти скрабирующие частички, хорошая, в общем, очень вещь, ну, в общем, она мне понравилась, и я ей ставлю 5 плюсом, один-два раза в неделю применять, два года с даты изготовления, шесть месяцев после вскрытия. Если буду делать еще заказ как-нибудь, ну, может, что-нибудь буду заказывать когда-нибудь на Green Mama, то закажу его, и вам, соответственно, советую. Можно, кстати, купить на Азоне, можно купить на самом сайте Green Mama, можно купить в каком-нибудь магнит-косметик, рифгош и тому подобное. Так. Это что у нас закончилось? Это у меня закончилось то, что я сама себе купила. Я так хотела эти лимитки и фрашевские этого года, меня так душила жаба аж 3 месяца, лучше бы она меня и дальше душила, потому что вот вообще. У меня даже есть ролик дизлайков троица и фрашев. В общем, это у нас золотой чай. Над мозги перевели ароматный чай, причем над мозги его и разливали у себя где-то там, в Ленинградской области. 12 месяцев после вскрытия, как пену для ванны, я его не успела заюзать, как гель для душа натуратный, надо много вылить, чтобы себя помыть. Как шампунь, надо вылить столько, как обычного геля для душа, чтобы себя помыть. Вот мыл голову хорошо, но как-то он это. Если вы еще не купили новинки и фрашев, и при этом живете в России, и все еще думаете, купить вам или не купить, или вы такие слопохи, что только сегодня об этом узнали, не покупаете, это такой отвратный дизлайк. Мало того, что разливалось в России, так оно стало хуже разливаться в России. Вот эти все пелизирно-турки, обновленная серия, вот такие 200 мл и 400 мл геля для душа, разливающиеся в России, они как бы еще приличные, они еще экономичные, они еще похожи на геля для душа от Ифраше, французские типа. А вот это, это вообще какой-то, я не знаю, дешевле что-нибудь купить в какой-нибудь там, да блин, Марсельезис, наверное, лучше. Хотя вот мне геля для душа Марсельезис не понравились они мне. Они очень быстро расходуются, какие-то совершенно не экономичные. Короче, параша. Дизлайк-дизлайк. Это единственная пока пустая баночка, которая тут такая вот плохая пустая баночка. Что это за хрень? Так, это вот что за хрень? Кто это у нас вообще? Ботаника. Апельсин сладкий. Я его вроде как да, на Озоне заказывала. Отскань меня, говорит Озон. Эти, они свою отскань меня куда только не клеют. Я как-то хотела какую-то хрень купить, думаю, ну в подарок там народу на Новый год кое-кому. Глянула отзывы, поняла, что не надо покупать, потому что наклейку, а то я забыла, что ее могут наклеить. Ладно бы они там слюдой какой-нибудь обсобачивали, клеили эту наклейку на слюду. Даже некоторые вещи, которые обсобачены слюдой, там эта наклейка на слюду наклеенная, клеили бы ее в таком месте, где вот, ну, подарил, и никто не будет поболеть, что там вот на красивой этикеночке вот эта хрень. Отскань меня! Товарищи сезона, ну как-то это, мозги иногда включите в нужное русло. Короче, отличное масло. Апельсин сладкий, эфирное масло, 100%, 10 миллилитров, я его в основном юзала в аромолампу, а еще спасалась обои от кота, еще косяки дверные от кота спасала, и вообще некоторые вещи от кота спасала. Потому что кот у меня, когда хочет кушать, а у него при этом есть по большей части еда, но ему хочется точно такой же, но еще. Ну типа мне не надо... Чего это у меня тут пара горстей жратвы режет? Мне надо еще такую же свежую горсть, свежие жратвы точно такой же, учитывая, что это сухой корм. И вот мы ходим, орем, дерем, нет бы просто парать, вот он месяц, наверное, был такой спокойный, как мамонт, ну или сколько там прошло с того момента. Короче, последние дня три он так периодически пытается драть, и я вот снова так это мажу. Я его даже растворяла, у меня там какой-то спрей типа освежителя воздуха самопального, розой пах, я туда апельсина накапала, потрясла, так прыск-прыск-прыск, воняет, правда, прокисшим апельсином в итоге. Но зато действенно. Я еще заметила, он, оказывается, мандариновые шкурки тоже не воспринимает. Я, допустим, сижу и ем, а нам кажется, что это еда и для кота сгодится, и мы суемся своей мордой в тарелку к хозяину. Пофигу, там что, мясо, не мясо, вообще какая-то левая еда. И вот, если рядом под рукой есть мандаринчик, суй ну тебе коту этот мандаринчик под нос, и оно свалится. Так, что это у меня такое? А, это мыло Avon Senses, которое я у Женьки заказывала, с которым мы снова общаемся. Романтичный райский сад с арматом экзотических фруктов и пиона туалетное мыло для лица, рук и тела. 75 грамм. Для лица и тела я его еще не юзала, оно у меня лежит, как мыло для рук на кухне у раковины. Слушайте, оно дает, ну мне кажется, оно нифига не мылкое, ну в смысле оно мылкое, но вот какую-то суперпену оно не дает. Я не заметила пока, вот чисто шубы, руки когда моешь. Но оно не размокает мыльнички, а мыльничка у меня периодически водой наполняется. В общем, оно такое хорошее, можно сказать, экономичное, хорошее, отличное мыло. Если вы еще такие не юзали, а недавно узнали, как я сама недавно узнала, то советую. Я брала там по скидке, было 3 кусочка по 30 рублей за 90, в сумме по 90, но получилось так, что я брала кусочек, а человек с того конца, ну в смысле родственник джиньки брал 2 кусочка. Ну и у меня получилось так вот за 30 рублей. Вообще, она говорила, что на базе выдачи там представителям предлагают это мыло Сенсос, вот эти вот, 75 грамм, по 25 рублей. Не знаю, как сейчас, но может уже не предлагают, но вот, когда второй каталог действовал, то вот, предлагали на базе выдачи. Но так как она мне не предупрежала, я не знала, надо мне, не надо, ну в смысле, она не знала, надо ли мне, она просто сказала, что вот такая фишка. Я попросила, что если вдруг что будет, то можно мне такое тоже взять, если по 25 рублей еще будет. Вот у меня тут закончилось мыло, которое мне дарила Лёлька, из Тюмени, которая. Туалетное мыло, целебные травы, это от Нефис, Казань, цветы липы, бережное очищение с природными травами. Все бы ничего, оно у меня сначала, я им пользовалась, пользовалась, потом оно у меня, случилась такая мыльничка, в которой дофига воды попадает иногда. И оно размяклое, вот такая жижа, ей удобно мыть волосы, вообще у меня как раз шампуня на тот момент не было. Закончился. Самопальный, я что-то не самопалила. Ну и короче, и вообще хорошо, он как, можно, как гель-додуша, вообще шикарная это мыло. Как мыло для рук, тоже шикарная. Как голову помыть, да, вот если вот жиденькая, ну вот если просто им, то в головолосах, может, ни хрень отсадься, два раз такое было. Было один раз я заметила, второй раз у меня Женька заметила, как раз, наверное, когда меня красить собиралась, или типа того. А потом я что-то подумала, что если оно, значит, попадает в мыльничку вода, и оно дает такой мыльный сок, то почему бы его не раздал, не потереть на терочку, не смешать с водичкой, и не будет ли мне счастья. Ну как бы оно, вот надо как-то медленнее, вот там вот, чуть-чуть с водичкой, там один к одному как-то, или два мыла, один водички. И вроде как все ништяк было, я им даже посуду мыла, потому что что-то сидела тогда без денег, у меня средство, у меня посуда закончилось, что-то где-то булькнуло. но, а что же будет смысл? Нет, может там у меня что-то соседи тут, ремонт затеяли на кухне, может быть, там что-то будет смысл. Ну, короче говоря, все ничего, я им мыла посуду. А, это у меня камера вроде как собирается задержаться, но надеюсь, я тут успею договорить. И, дёргнул меня, чёрт, почитать какую-то экспериментальную фигню, типа, как можно сделать средство для мытья посуды, да-да-да-да-да, в своих условиях. Я туда фигакнула лимонные кислоты, я туда фигакнула соды, и у меня оно превратилось в пластилин. Люди, не повторяйте ошибок Лёли. Короче, не читайте непроверенные сайты с якобы проверенными рецептами хреня топовая. Короче, в общем, хорошее мыло, но, в общем, я так поняла, что такие вот кусочки мыла, если попадают в мыльничку, в которую может попасть до хрена воды, а не размокать, потому что вот моя подружка сказала, что у них такая же фигня была с размоканием. Ну, спасибо Лёльке, вообще очень хорошее мыло. Вот эта серия мыл, которую она мне присылала, у меня ещё один кусочек остался, я его в основе использовала как мыло для душа. Ну, в смысле, как гель для душа, но мне очень-очень нравится, она хорошую пену даёт. Вот один раз намылил губочку и на всю тушку хватило, в отличие от некоторых гелей, которые даривать надо. То, что я вчера купила в Ашане, оно как бы экономично, я два раза уже мылась, один раз голову помыла. Волосы оно спутывает, волосы вот, а вот. В принципе, распутывалось, оно у меня за счёт масла, которое мне Алена с Украины присылала, ещё год назад, вот оно у меня ещё живо, вот это какое-то удобряющее масло там. Из всего плюса, вот оно вроде как экономичное, и оно до хрена как вкусно пахнет этим маной. Мне так нравится этот маной по аромату. 12 месяцев после открытия, 75 миллилитров, 17,50 оно стоило по скидке, по-моему, ему красная цена, вот эти 17,50, а не то, что она там где-то по 70 рублей идёт. Типа два в одном, как гель для душа и как шампунь для волос. Вот шампунь для волос отвратный полностью. Гель для душа, ну, на троечку. Чисто троечка, даже из-за того, что тут он как бы слегка экономичный получается, да, и как бы этот вкусный очень аромат, но пена там не особо, вот. Чтобы много пены было, вот я люблю, чтобы была пена, чтобы ощущение, что действительно тебя моет это мыло, гель или типа того на губке. Надо добавлять, наверное. Ну, как-то вот, я его даю, конечно, но покупать больше не буду. Хорошо, что он стоил вот столько. Так бы я его, вот от безысходности я бы его точно не купила, там вот сколько оно стоит вот, даже, будь у меня совсем мало денег, я такую хрень не куплю себе. Мне кажется, это какой-то закус под какой-то бренд, косплей, не косплей, что-то такое. Вот это тут осталось еще на пару применений. Очень хорошая штучка, но быстро заканчивается. Это у нас Эдван Техник от Эйван Бальзамополаскиватель для тонких и нормальных волос, Гиалурон Пептид Комплекс Магия Гиалурона 250 мл. Это мне задарила моя подружка Женька на Новый год, там еще вторая вещь была, но вот это одна-вторая подарка. Первого подарка на Новый год вообще в этом году я первый подарок от нее именно получила. И, короче, волосы вообще пышные, крутые волосы такие, так хорошо на них влияет, он по консистенции такой вот, ну да, вот бальзамчик такой приятный. Не очень удобно, конечно, дофигачивать его, натрясти там, да, так, чтобы вылезло. Слегка густоватый, но, слушайте, такой классный вообще. Вот сегодня я не им была, волосы, но вот даже в сочетании, где эта хрень, вот с этой хренью чисто очень шикарный эффект идет, вот пышные, совершенно там вот, не надо никакое, ничего там, никаких прыжков в бубном. В общем, отличная вещь, Женька, спасибо вам, советую такую штуку. Я вообще никогда раньше не пользовалась, вот этот Advanced Technique, но вот внезапно случилось. Надо было Женьке тоже посоветовать, потому что как бы вот реально пышные. моя гиалурона. Гиалурон, хз, чё это? Ну, в общем, всем спасибо, кто осилил всем хороших косметических средств и средств для ванны или типа того. Всех с наступающим Новым годом и всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok